Пощечина для Лукашенко, почему Назарбаев хочет затянуть Зеленского с Путиным в Астану, Депа, Украина. Тарас Паня, Депа.УА, Украина, 12 ноября 2019 года. Уже не президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно намекал на то, что готов обеспечить площадку для украинско-российских мирных переговоров. Очевидно, миротворческий успех, или, судя по результатам, может и не очень успех. Президент Лукашенко немало вдохновлял его казахского экс-коллегу, поэтому он и решил перехватить инициативу и отобрать у белорусского лидера его минский формат, который сблизил Бацку с Западом. По крайней мере, немножко сблизил. А в условиях, когда в слуге народа уже размышляют, нужен ли им Минск, это вполне логичный шаг. На протяжении последних трех дней активность Назарбаева вышла на качественно новый уровень. В частности, он публично озвучил информацию о том, что предлагал Владимиру Зеленскому организовать переговоры президентов Украины и России в Астане, и тот согласился. Очевидно, речь шла о разговоре Назарбаева с Зеленским в Токио 22 октября, больше они будто бы не встречались. А вчера первый президент Казахстана провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили, в частности, урегулирование украинско-российского конфликта. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан, рассказал Назарбаев на заседании дискуссионной площадки Астана Клуб. На первый взгляд, вся эта активность Назарбаева немножко похожа на тривиальный пиар Казахстана, или самопиар экс-президента. Поскольку Путин не скажет Зеленскому в Астане ничего такого, чего не смог бы сказать в Минске, Париже, Берлине, где угодно еще. Но все это является правдой, если в качестве единственной цели переговоров рассматривать имплементацию формулы Штайнмайера и реинтеграцию Донбасса. Реалистичность подобного сценария сейчас вызывает все большее сомнение у всех без исключения задействованных в процессе сторон. Зато вероятно, что Назарбаев, как, кстати, и Зеленский, считает Плант, то есть перспективу миротворческой миссии на Донбассе, не то чтобы совсем мертворожденной. Только он четко понимает, что ни военных НАТО, ни даже представителей нейтральных, например, североевропейских стран России на Донбассе не потерпит, а российских миротворцев не потерпит Киев. И, в-третьих, бойцы, знакомые с реальными способами и методами ведения гибридной войны, были бы крайне полезны для самого Казахстана, принимая во внимание тот факт, что немало регионов этой страны также имеет много русскоязычного населения, которое в определенный момент может захотеть защиты со стороны Кремля. Притом у Казахстана есть существенное количество вполне профессиональных миротворцев. В частности, 38-я десантно-штурмовая бригада, она же Казбрик, которая принимала участие в миротворческих миссиях и тренировках, например, в Ираке и Индии. Кроме того, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан уже много лет как создали батальон миротворческих сил ООН Сент-Разбат. Притом перспективы использования казахских миротворцев сейчас являются чисто гипотетическими. И сложно сказать, действительно ли нужны и Украине на Донбассе вооруженные силы страны, которые настороженно относятся к России, но вполне в состоянии прийти к соглашению с Кремлем. Но, в любом случае, обсуждение подобного сценария могло бы стать хоть каким-то шагом вперед из того дипломатического тупика, в котором оказались представители нормандского формата. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.